Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв, и вы смотрите мой YouTube-канал. И сегодня у меня, как всегда по понедельникам, в гостях Сергей Гайдай, известный украинский блогер, политтехнолог, гражданский активист. И сразу, в самом начале, я хочу удивиться. Сергей Николаевич, я вас приветствую и хочу вас спросить, откуда вы знали все-таки про то, где начнутся наступательные боевые действия украинских вооруженных сил. Неделю назад мы с вами говорили о том, что возможным направлением главного удара может быть то или иное. И вы так проброс сказали, а может быть это будет на левом берегу Днепра. И вот пока по неподтвержденным официально данным, передовые группы украинской армии десантировались на левом берегу в районе Херсона. И там вроде бы закрепляются. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Сразу хочу сказать, что никакой связи с заложным у меня нету и никаких военных тайн я выдавать не собирался. Это были лишь теоретические прикидки, исходящие из простой логики. Где бы я, знаете, эта игра, если бы я был президентом, если бы я был заложным. Понятно, что атаковать надо там, где тебя не ждут. Понятно, что одно из таких неприкрытых направлений, я, по-моему, вам приводил данные, что я смотрел данные, плотность, которой может себе позволить российская армия оккупационная, на том или ином участке фронта. И там так, что более чем 200 человек на километр, это Луганская область, самая большая плотность. Практически такая же в Донецкой области, 100 с чем-то человек на запорожском направлении и 25 человек на километр с левого берега. Соответственно, понятно, где подсказывает эта статистика, надо атаковать, там, где тебя не ждут. Более того, по другим данным, действительно, очень многие участки левого берега не прикрыты. Потому что, в общем-то, российское командование предположить, что украинцы будут форсировать Днепр, ну, не предполагает. И где-то вспомнилось... А почему? А почему? Почему форсировать Днепр такая сложная задача? Ну, потому что это одна из самых широких рек Европы. И это большая проблема. Более того, русские, мне кажется, даже дамбу спускали, Каховскую, чтобы дрем не проширился, и у них образовалась значительно большая водная преграда. Но одновременно я помню, вот не помню, где точно, в прошлом эфире мы с вами это вспоминали, что где-то я видел информацию в открытых источниках о том, что довольно давно, еще, по-моему, чуть ли не прошлым летом, было сообщение о том, что украинцам поставили довольно большое количество десантных башни, таких плоскодунных, знаете, на которых такое десантирование, форсирование, вернее, даже, возможно. Поэтому, безусловно, я предположил, что вот я бы там. Но сразу хочу сказать, что пока реальных данных о том, что украинцы там что-то действительно по-настоящему предпринимают, нет. Все основывается на том, что Американский институт изучения войны отловил какое-то сообщение российских солдат о том, что они заметили в районе Олешек украинские разведывательные группы. Тогда же, когда журналисты здесь сделали запрос нашему командованию, ответ был такой. Просим тишины. Ничего не подтверждаем, ничего не отрицаем, мол, не мешайте, если там действительно что-то происходит, то пока рано для комментариев, для того, чтобы не возбуждать пространство. Возможно, это просто разведгруппы, которые разведывают ситуацию на Левом берегу. И вот, условно говоря, попали, их заметили российские солдаты и подняли панику. Но я хочу вам напомнить другое, что вот где бы мне хотелось оказаться Ванга, и после нашей передачи, я все больше об этом задумывается, мы тогда говорили, что с вами куда более интересное направление – это на Брянск. Ну да. 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 И я себе стал это просчитывать и смотреть. И какие факторы говорят о том, что этот ход куда как более возможен при всем его риске. Ну, во-первых, концентрация украинских войск на Чернигове и Сумщине не должна вызвать никакого обеспокойства у российского команды. Потому что и так наши войска периодически отводятся в глубокий тыл для ротации и обучения. А там как раз и есть по понятиям вот существующего фронта глубокий тыл. Второе. До Брянска от нашей границы всего лишь каких-то, мне кажется, 150 или 200 километров, не больше. А мы сейчас проверим. Это переход в два дня. Продолжайте, продолжайте. Но самое главное, этот переход не встретит абсолютно никакого сопротивления с российской стороны. Потому что сегодня, чтобы держать существующий фронт, российскому команду приходится абсолютно концентрироваться как раз на том фронте, который сегодня существует на востоке и на юге Украины. И это означает, что украинские войска без особого сопротивления окажутся в Брянске на второй день. А при определенных обстоятельствах еще через неделю это будет Тула. А если вы помните, Тула это Подмосковье. Тула это означает, что... У вас что-то там все время звонит. Простите. Извините, сейчас постараюсь отключить все остальные. Это проблема современности мессенджеров столько, что я не успеваю все позакрывать. Вот, наконец, закрыл, по-моему. Поэтому вопрос. А нужно ли украинцам штурмовать Брянский Тулу? Что это даст? Ну, во-первых, безусловно, никакие земли украинцам оккупировать не надо. И, в общем-то, и планов таких нету. Но сам этот ход по занятию Брянской и Тулы создаст такой колоссальный морально-психологический урон российской власти и Путину лично, что закрыть его будет очень трудно. Далее, представьте себе на месте Путина, когда вам сообщают, что украинцы вошли в Брянск. Причем не просто какими-то диверсионными группами. А так, знаете, 50 леопардов на улицах Брянска. То, что сопротивления на этот момент не будет, потому что Россия на данный момент, конкретно сейчас, в своих тылах к никакому реальному сопротивлению не готова. Будет шок и паника. Поэтому, что вы, как Путин, будете делать? Нет, вам же надо будет продемонстрировать, что власть в ваших руках, чтобы вы ее не потеряли, иначе вы реально ее потеряете, как слабый правитель. Вам придется снимать войска с основного фронта, потому что других войск у вас просто нет. Представьте себе, какое количество времени понадобится российским войскам, чтобы выйти на неподготовленные позиции, где уже стоит украинская армия. Туда, вот в район Брянский Тулы. Но, во-первых, вам придется снять его с фронта ближайшего, с Луганского направления. Ближе у вас ничего нет. Бросить туда. Но вы же понимаете, что попытка бросить какие-нибудь резервные части типа Насгвардии, это значит получить огромный разыгром, которые не окопались, которые не готовы к сопротивлению. Ядерный удар по кому? По Брянску? Реально ничего не получится. То есть это такой удар, это нож, это такой нож в спину. Подождите, вон там уже Белгород бомбили, по-моему, да, потеряли бомбу, пролетая над городом. Подождите, в районе Белгорода, в Белгород еще в начале войны заходили два украинских вертолета, если помните. Помню прекрасно. Они отбомбились по нефтебазе войсковой и ушли, не встретив, это уже проверено. Более того, в Брянской области гуляли разведгруппы, в которой были представлены, что это якобы партизанское движение «Свободная Россия» или как оно называется. И тоже их абсолютно пропустили. Национальный добровольческий корпус, по-моему. Да. Или русский добровольческий корпус. Помните, из-за этого десятка человек паники тоже было более чем достаточно, были вопросы. А тут одна бригада украинская, серьезная, с танками, это будет паника невероятная. Но если россияне снимут войска, хоть частично, с луганского направления, что они получат? Наступление там, где они войска снимут. То есть это патовая ситуация, морально-психологическая патовая ситуация. Поэтому я чем дальше думаю, а дальше я начинаю сказать подтверждение. Как бы считается, что западные союзники нам запрещают бомбить Россию, двигаться, использовать территорию России. Крым, Донбасс, пожалуйста. Легитимные цели, ваша территория, требующие освобождения. Но это не совсем так. Во-первых, недавнее заявление министра обороны Германии говорит о том, что и война на территории России, страны, которая завязала войну против Украины, тоже вполне приемлемая цель. При определенных условиях. При определенных условиях. Если мы не будем ее оккупировать. А это цель операции. Вот вы знаете, Путин войну назвал СВО, специальная военная операция. Так вот это будет настоящая специальная военная операция. Целью которой не будет оккупация, а целью которой будет приблизить разгром российских оккупантов. Кстати, потом спокойно можно так же быстро уйти назад, но цель будет выполнена. Будет нанесен колоссальный... Я вас ловлю на слове. Да. Ловлю вас на слове. А тех, кто нас смотрит, я прошу не злиться, не сердиться. Потому что у нас с Сергеем Николаевичем диалог, в котором я тоже высказываю какие-то точки зрения, спорю с ним и предлагаю и ему, и всем вам информацию к размышлению. А информация такая. Буквально сегодня это появилось во многих соцсетях, на многих новостных сайтах. Вашингтон-Пост, не какая-нибудь там газета Sun. Вы знаете, очень любят у нас цитировать сенсационные сообщения в газете Sun. Это такая вот желтая-прежелтая, вот бульварная-пребульварная газета в Лондоне, которая чего только не пишет. Только про инопланетян не пишет разве что. А иногда и пишут про инопланетян. А вот солидное Вашингтон-Пост пишет, со ссылкой, правда, на попавший в соцсети документ Агентства национальной безопасности США. Это американская электронная разведка, мощнейшая совершенно организация с колоссальным бюджетом. Так вот, Вашингтон-Пост утверждает, что украинская военная разведка готовила удар по российской столице к годовщине полномасштабного вторжения, к 24 февраля. Однако, по настоятельной просьбе Вашингтона, эти планы пришлось отменить. Там опасаются чрезмерно агрессивного ответа Кремля на эти возможные удары. Также утверждается, что ГУР, главное управление разведки Минобороны Украины, рассматривало еще и возможность нанесения удара с использованием тротила. Ну, понятно, что не палкой, а с использованием взрывчатых веществ по Новороссийску. Это тоже важнейший порт, между прочим. Это тоже имеет военное значение, логистический элемент, так называемые специальные военные операции. Но тоже решили не реализовывать под давлением американцев. Вы у вас вообще все это верите? Я в это верю. Американцы могут занимать такую позицию. Но если вы видите, красные линии американские отодвигаются с каждым разом. Раньше трудно было себе предположить, что российский, не так, украинский, дрон Камикадзе долетит до Энгельса. Это у нас придуралье. И там нанесет удар... По Волжье. По Волжье, да. Между Волжью и Уралом. Аэродрома в стратегических бомбардировщиках. Сейчас это реальность. Более того, украинские дроны уже регулярно летают в сторону Белгорода, в сторону Курска и в сторону Москвы. Они долетают, их периодически обнаруживают. То есть эта работа идет. Когда-то и Крым считался территорией, где американцы бы не хотели, чтобы мы, скажем так, раздражали Путина тем, что наносим удары. Крымский мост, если вы помните, это сакральное сооружение Путина. Тем не менее, удар был нанесен. Поэтому я думаю, что сам дискурс о том, Украина будет наносить удары или нет, он движется в сторону того, что, скорее всего, будет. Ну а здесь простой принцип. Если вы развязали войну против какого-то государства, с чего вы решили, что война будет идти только на территории той страны, против которой вы развязали войну? Она рано или поздно перекинется и на вашу страну. Тем более, вы особо не рассчитывали и к такой войне не готовились. И именно там у вас слабые места. Если ваш противник достойный, а Украина оказалась достойным противником, то рано или поздно эти слабые места будут использованы. А пока слабое место – это вся граница восточная, неприкрытая и не способная прикрыться российскими войсками, ибо все, что они могут, они сосредоточили именно на украинской территории. Поэтому путь на Брянск, путь на Курск, путь на Москву, он, грубо говоря, свободен. Ну, смотрите, вот я посмотрел, как и обещал в интернете, пока вы говорили, какое расстояние, простите, от границы с Украиной до Брянска по шоссе 173 километра, а по прямой 154. Ну, видите, я неплохо помню географию. А до Тулы? А до Тулы подальше. Кратчайшее расстояние по воздуху от украинской границы до Тулы 695 километров. По маршруту автомобильному больше 845. Кстати, я посмотрел, тут еще одна есть дистанция, совсем близкая. Курск. До Курска 175 километров. Но мы с вами как диванные генералы. А по прямой 150? Смотрите, мы с вами как генералы, диванные генералы, я буду настаивать на Брянске по двум причинам. Тут на самом деле важно не оккупация территории, а важно морально-психологическая спецоперация, которая показывает всю слабость путинского режима. И создание хаоса и паники в руководстве страной, которая, возможно, приведет к улучшению ситуации, скажем так, на фронте и повышению вероятности нашей победы. Но Брянск почему? Потому что это прямое направление на Москву. Потому что когда вам сообщают, что украинцы уже в Брянске и движутся на Тулу, вы четко понимаете, что это закончится Красная площадь. Ну хорошо, а вы слышали, вот на память сейчас не могу вспомнить, просто не готовился этот пример приводить, поэтому вдруг всплыло. Вы сказали Красная площадь, я вспомнил, что один из основателей популярного украинского банка, электронного, полностью электронного монобанка, объявил о том, что есть премия 20 миллионов гривен, это примерно 500 тысяч евро, человеку, который сконструирует действующий беспилотник, который долетит до Красной площади на 9 м. Другая тема, вот смотрите, это тема в сторону предпримут ли украинский генштаб, есть ли у него запреты по поводу, скажем так, нанесения ударовой операции на российской территории. Но даже если они есть, а мы с вами много раз говорили, что Украина это как минимум две цивилизации, и если кто-то и хочет договориться с Украиной, то порой надо договариваться не с официальными органами, а с украинским гражданским обществом. Оно тоже воюет, и это типичное проявление, как воюет украинское гражданское общество, и что Украина во многом это страна эффективных частных инициатив. Я хорошо знаю эту инициативу и знаю, что очень многие включились и разрабатывают те самые беспилотники в гаражах, в своих, скажем так, маленьких цехах, а их в Украине, если не сотни, то несколько десятков точно есть, которые хотят получить этот приз. Они хотят получить этот приз. Я уже не говорю про инициативу Сергея Притула, это наш один из крупных таких волонтеров, который вообще собирал донаты на армию дронов, как возмездие. Вообще он артист, на самом деле, Сергей Притула. Ну, он конкурент Зеленского на сцене, он из комиков. Да, он комик. Нет, Зеленский оставил эту профессию, поэтому конкурентов у него нет. Он был конкурентом в своих выборах в свое время, и я подозреваю, что он и хочет продолжать быть конкурентом, но теперь уже на политической арене. Украина все равно будет оставаться страной, где очень высока политическая конкуренция. Так вот, это тоже никто не отменял, поэтому наши военные могут развести руками и сказать, это не мы, но это украинцы. Вы же стреляете по их домам, вы бомбите, вы оставляете их без света и тепла. Почему украинцы не могут сброситься и на ответку? Поэтому Путин много раз пожалеет, что связался с этой страной и страной, о которой, как оказалось, он ни черта не знает, а в голове существует абсолютно нереальный образ нашей страны. Поэтому все возможно. Так, а Притула вот только что большую партию пулеметов закупил и привез пулеметов калибра 7,62, непонятно только какой модели. Это что-то из усовершенствованного российского арсенала бывшего, ну, из оружия родом из бывшего Советского Союза, потому что калибр 7,62 это был когда-то основной калибр стрелкового оружия. Или это где-то куплено на Западе, ну, вот, по-моему, полторы тысячи пулеметов и боеприпасов к ним, и они уже там распределяются в вооруженных силах. Евгений Алексеевич, это подтверждает мой тезис, что когда наше государство недорабатывает, а будем честными, оно, будучи постсоветским государством, очень часто недорабатывает. Включается гражданское сообщество и то, что недоработало Министерство обороны, а, скажем так, последние социальные запросы, которые активно в нашем информационном пространстве обсуждались, это то, что порою министр обороны, хорошо нам с вами знакомый Алексей Резников и его помощники, пытаясь заполучить тяжелое вооружение, гаубицы, танки и даже самолеты F-16, что, конечно, для нашей армии не лишнее, забывают о более простых и насущных проблемах конкретных людей, находящихся на фронте. А я таких помню два. Это дроны, причем дроны мелкие, разведывательные, и это минометно-стрелковое вооружение, которое конкретно помогает отсекать тот мясной вал пехоты, которым пользуются российские военачальники, посылая мобилизованных наемников и прочих бойцов на украинские позиции. Вот там пулеметы и минометы, особенно передвижные, защищенные, очень нужны. Ну и, естественно, если Министерство обороны порою проваливает эту задачу, подключается гражданское сообщество, представленное в виде волонтерского движения, причем есть крупные волонтеры, к ним притулы относятся. Даже бывший министр, господи, бывший наш президент, Петр Порошенко, да боже мой, Он сегодня в категории у нас крупного, серьезного волонтера, который поставляет вооружение огромными партиями, который даже может поставить на фронт тяжелые тягачи, способные забирать из любой грязи передовой танки и отвозить их на ремонтные базы. Вот такие он волонтеры, и он измеряет свои донаты миллиардами гривен, вот как и притула, в принципе, миллионами. Притула может себе позволить купить целый год аренду спутника, возведывательной, каких у России. Сегодня нет. Я уже не говорю о существующем 2014 года фонда «Вернись живым», «Повернись живым» украинскому и еще многих других. А уж не говоря, что каждый из нас, вот вы же в курсе, что я только вернулся, отвозя другую однокласснику, которая воюет в третьей штурмовой отдельной мобильную мастерскую для ремонта стрелкового оружия, тех самых пулеметов 7-62. Ну, на украинском это звучит как мобильная сброярня. Ну да, вот даже был большой сюжет, его нетрудно найти в Ютьюбе, в интернете. И ссылочку мы сейчас дадим в описании к нашему видео, вот к этому разговору с Сергеем Гайдаем, где показано, вот что это такое, с чем ее едят, эту самую мобильную мастерскую для ремонта стрелкового оружия. Еще раз, то что не понимает ни Путин, ни, к сожалению, большинство населения России, что для нас это война отечественная. Мы защищаем собственное отечество, собственный дом, собственную жизнь и собственный уклад жизни, который научили за 30 лет ценить, невзирая на все его недостатки и наше недовольство нашими политиками, недовольство нашей властью, недоработка и желание иметь другую страну. А для русских же, россиян, для путинских войск, это война преступная, это война захватническая, это война несправедливая. И, безусловно, как бы там ни было, Российская Федерация в этой войне обречена на поражение именно по этому факту. Ну, все-таки, вот вы были там, в прифронтовой полосе. Какие ваши впечатления? Ну, сразу говорю, я доехал до Краматорска, город живет абсолютно мирной жизнью, туда только почаще прилетает. И уж так я фронта не увидел. Безусловно, я пообщался с друзьями и знакомыми, которые съехали, зная, что туда приехал, просто пообщаться и поговорить, как оно и есть. Меня больше волновало, чем я еще могу помочь. И вот уже сейчас, условно говоря, есть целый ряд заказов, которые я собираюсь дальше выполнять, помогая конкретным людям, своим друзьям и знакомым. Настроение, ну, чтобы не выдавать никаких военных секретов, скажу так. Украинские бойцы на фронте засиделись в обороне. Им хочется наступать. И они, как и мы, тоже в желании наступать. Да, безусловно, есть тревоги, есть, вот знаете, не нахожу русских слов, побоевания, опасения, что где-то мы можем проколоться, где-то не хватит мудрости у военных начальников, где-то не хватит войскового искусства, где-то не хватит ресурсов, где-то русские неожиданно окажутся совсем не тем слабым противником, которые иногда некоторые украинские СМИ пытаются их представить. Вот тут они абсолютно говорят нет. Русские это противник серьезный. Это армия, которая уже год как на войне, поэтому, невзирая на колоссальные потери и техники, там остаются те, если они выживают, кто умеет воевать и тоже будут воевать по-настоящему. То есть никакой легкой прогулки в нашем наступлении не будет. А мотивация у них какая, воевать по-настоящему? Вы знаете, я вам так скажу, когда человек попадает на фронт, он потихоньку забывает о том, какая мотивация, он хочет выжить. А чтобы выжить, ему приходится воевать, это единственный способ. Либо сдаться в плен, либо выжить, либо бежать. Вот те, кто решают воевать, плюс у многих возникает природная злость за погибших товарищей. То есть вот не надо строить иллюзии. Другое дело, что мы все-таки все надеемся, и я в том числе, что мотивация и подготовка украинских бойцов в разы выше. На это и надежда. Потому что все-таки, безусловно, как бы ты ни хотел воевать, если ты четко понимаешь, что ты в чужой стране, и с той стороны мужики, которые хотят отомстить за разрушенный дом, за погибших друзей, за погибших мирных жителей, за просто факт того, что ты приперся на их землю убивать, насиловать, грабить и разрушать, конечно же, само это понимание, что с той стороны противник. Знаете, вот, не знаю, мы с вами обсуждали пригожинские записки того Пригожина, который Вагнер. Он четко критикует собственную пропаганду, так называемых охранителей, что хватит в студиях врать о присутствии здесь войск НАТО. Никаких войск НАТО нету. Воюют украинские солдаты, воюют хорошо, мужественно. И каждый квартал того же Бахмута нам приходится выгрызать, теряя сотни солдат. Он в этом признался. Потому что сначала пора ставить точку, потому что четко понимает, что у России, у которой в разы больше мужиков, которых можно мобилизовать в каких-то потерях. Я говорю очень очевидные и понятные вещи. Другое дело, что я четко понимаю, что не надо впадать в шапкозакидательские настроения, что мы легко и быстро победим русских. Война тяжелое дело. К сожалению, мы теряем достаточно много бойцов. Я видел много медицинских автомобилей, которые, когда я ехал из Генпетеровска на Краматорск, ехали навстречу, эвакуируя наших раненых бойцов. Поэтому потери есть, и они не маленькие. Ну, единственный плюс, поговаривают, что все-таки наша полевая медицина работает более эффективно. По многим причинам, и по опыту, и потому, что просто мы на своей земле. И у нас куда лучше с инфраструктурой. Мы быстрее доставляем своих бойцов в госпиталь и медицинские учреждения. Четыре часа понадобится, чтобы с передовой, например, доставить бойцов в госпиталь в Днепропетровске, не говоря про Краматорск, не говоря про Славинск, где основные пункты. Поэтому на это есть надежда, но строить иллюзии о быстрой победе, о легкой победе, ну, не стоит. Лучше пусть нас, наши военные, удивят такой быстрой победой, но легкой победы не будет. Ну, а что еще нужно? Вот я помню, вы в прошлый раз ездили на фронт, отгоняли туда специально подготовленные вами отремонтированные автомобили. Вот мне говорили, что вообще это очень важно сейчас. Поддержанные внедорожники, которые все равно долго на войне не живут, поэтому новые не нужны, достаточно поддержанных, и они могут использоваться как раз как транспортное средство для быстрого перемещения минометов вдоль фронта. Так? Для личного состава, боезапаса, эвакуации раненых, понятно, что современная война требует мобильности, и в условиях полевых эта мобильность должна быть проходимой. Конечно, было бы здорово, чтобы всю эту мобильность обеспечивали специальные бронетранспортеры, специальные машины пехоты, которые изначально имеют проходимость и защищенность, но в отсутствие их на том периоде джипы и пикапы были очень важны, и до сих пор они важны и нужны. Вот это первое. Я расскажу. У меня там произошла очень долгая беседа со Славой Дубиной. Это наш знакомый, который служит сейчас в направлении кременной старшим лейтенантом, то есть командирам, которые отвечают за личный состав. Конечно, необходимо две вещи. Подготовленные ответственные командиры, для которых основная доктрина военная заключается в сбережении личного состава. Она бы так звучала, эта доктрина. К сожалению, до сих пор, мне кажется, в украинской армии она не окончательно принята. Сбережение личного состава, что, на самом деле, четкие понимания действий на всех уровнях. Стратегическом, активном и тактическом. Если переносить на тактический уровень, это означает, что мы должны так выстраивать, чтобы российские войска не смогли приблизиться к нашим позициям на собственный выстрел. В момент, когда они приближаются, они должны уже накрываться нашей артой и нашими средствами поражения. Не всегда, к сожалению, в украинских войсках это осуществляется. И это бы позволяло сберегать личный состав максимально, а каждая гибель нашего бойца должна рассматриваться как ЧП и страшный минус к руководству той или иной войскового подразделения. К сожалению, мы, как и россияне, наследники советской доктрины, когда главный расходный материал – это бойцы. И это надо переламывать. Причем разница между мобилизованными и добровольцами колоссальная. Добровольцы как раз те войска, в которых эта доктрина живет. И есть четкое понимание этой доктрины. И это главное, что должно нас отличать. И, по-моему, хоть и не будет никаких войск на сегодняшний день. А самый большой дефицит – это подготовленные, обстрелянные, обученные бойцы. Причем подготовка – это само собой. Но лучшей подготовки, кроме конкретной боевой опыта, вы все равно не получите ни на одном из полигонов. Ну а с точки зрения качества личного состава, вот периодически появляются публикации, особенно в западной прессе, про то, что Украина и украинцы устали от войны. Они пишут о том, что то там, то здесь в случае принудительной мобилизации и в случае уклонения от призыва. Как вы это можете все прокомментировать? Ну я так скажу. Я же вам сказал, что мы, к сожалению, не наследники советской военной школы, от которой, от этой школы надо избавляться. И, безусловно, у нас, вот то, что я вам сказал, есть две цивилизации. Одна цивилизация и концепции, в которых, знаете, как это, есть правильный термин, парадигма. В одной парадигме живет наша власть, вся эта многомиллионная армия чиновников, которые никуда не делись, они так и остались. Нашим госаппаратом, вот. А другая парадигма, это постепенно зародившееся, окрепшее и получившее достаточно гражданское сообщество. Так вот, в парадигме нашей власти мы страна, которая распоряжается нашими людьми, как людьми мобилизованными. То есть по закону у нас могут мобилизовать любого мужчину, особенно во время войны, военного положения, призывного возраста. В том числе, например, и меня. Я все еще в призывном возрасте. И россияне, когда российские пропагандисты, когда рассматривают Украину, они думают, что у нас вот такие правила и действуют. Потому что формально они у нас есть. Украине хватило добровольцев, чтобы сформировать. Другая же парадигма, которым живет наше гражданское общество. И это означает, что в основном нашу армию с 24 часа сформировали добровольцы. Мужчина, который взяли в руки оружие, воины запаса, воевавшие в АТО еще с 14 года вернувшиеся в свои части, вот, например, наш общий знакомый Арти Грин, да, он уже 25 числа прилетел из-за границы и пошел в собственную часть, даже мимо военкомата, потому что посчитал себя мобилизованным. Или подразделение, в которое я привез Браярню, оно напрочь все состоит из добровольцев, которые начали воевать еще под Киевом, а потом были переброшены, условно говоря, на восток, когда были откинуты российские войска из-под столицы. Поэтому наша армия в основном добровольческая, и я не вижу массового призыва мужчин, которые решили, что их место, что они полезнее в тылу, чем на фронте. Более того, я много знаю историй, куда больше, чем истории про принудительную мобилизацию, когда мужчины стучатся в военкомат, им говорят, подождите, у нас пока есть разнарядка настолько, а у вас в два раза больше добровольцам. Но при этом, безусловно, не без эксцессов. Когда какому-нибудь советского типа военкому, который привык все 30 лет назад брать взятки за отмазывание студентов от призыва, который никому не нужен был еще в довоенные времена, никто не хотел копать огороды в армии целый год генерала, они могут себе позволить что-нибудь, какую-нибудь акцию раздачи листовок, листовок, боже мой, повесток, которая может быть заснял, а потом использована нашими противниками. Смотрите, что они рассказывают про российскую мобилизацию, они сами гребут украинцам на фронт, которые воевать не хотят. Но системно этого явления я лично не наблюдаю в Украине, и не слышал ни от них знакомых, чтобы так было. Более того, у меня часть друзей призывного возраста в ожидании повесток, которые еще не пришли, но в ожидании у них полностью все готово. Тревожный чемоданчик, как только повестка придет, они сообщают, пойдем воевать. А вы тоже пойдете, если вдруг повестка придет? Ну, очевидно. Более того, у меня у самого была история, когда я приходил в военкомат, сказали вот ровно. Ну, это было в первый месяц, когда я четко понимал, что больше мне нечем заниматься, кроме как пойти. И, извините, войска тогда российские стояли на прямой видимости, под Киевом, в котором я живу. Поэтому я четко готовился к уличным боям, зная прекрасно Киев и понимая, как я буду тут, скажем так, отбивать каждую улицу. Потому что мой дом здесь, и мне ничего не оставалось, нигде больше меня не ждали. Но мне сказали, подождите, подождите, подождите. А потом, когда я общался с огромным еще количеством моих друзей и знакомых, они сказали, Сергей, есть фронты, где ты будешь куда более эффективным, чем с автоматом в окопе. Вопрос к вам, как к политологу, как к политтехнологу. Вот тут мне попалось большое интервью известного украинского исследователя общественного мнения, или, как их называют, полстера, Алексея Антиповича, агентства рейтинг, который, кстати, очень точно на последних выборах в 2019 году предсказал и победу Зеленского, и результат очень высокий, который Зеленский показал, ну и потом победу партии «Слуга народа», пропрезидентской партии на последующих внеочередных парламентских выборах. Вот теперь он говорит, смотрю на имеющиеся у меня данные и прихожу к выводу, что Зеленский, если он не будет баллотироваться на новый срок, как в свое время обещал, что я президент только одного срока, и сейчас он не раз говорил о том, что моя задача сейчас закончить войну, а там уже другие люди у меня знамя примут. Смотрите, Антипович призывает к тому, что в этой ситуации, если он не баллотируется, ему срочно надо готовить преемника, человека, который будет обществом восприниматься как продолжатель дела нынешнего президента, иначе будет беда, потому что он не видит никаких вот сегодня реальных конкурентов. Если вот эти в отсутствии Зеленского конкуренты, имеющие очень малую поддержку, начнут друг с другом бороться, и неизвестно, кто там победит, то будет беда, вообще страна может развалиться. Там он говорит буквально об угрозе распада страны. Что вы на это скажете? Я неплохо знаю Антиповича, более того, я доверяю их работе как социологу, но согласиться с ним не могу. Я прямо такое ощущение, что я попал к какому-то эксперту, который в России. Это вот ровно так про Путина говорили. В том-то и отличие силы украинского сообщества и украинскому политику, что здесь всегда есть альтернатива. И здесь, извините меня, еще раз повторюсь то, что много раз повторял даже в вашем эфире. Крепость нашей государственности сегодня не в эффективной, вернее так, не в госаппарате, который отличается крайней неэффективностью, как по мне, а в гражданском сообществе. У нас, извините меня, президент сбегал из страны, и мы попадали в полное безвластие, да еще при нарастающей агрессии Российского Федерации. Тем не менее, страна никуда не делась, потому что гражданское сообщество в виде добровольцев и волонтеров, скажем так, стало спасать ситуацию. Да, безусловно, это был страшнейший кризис, мы потеряли территории, но в итоге страна удержалась. Сейчас ситуация принципиально другая. Поэтому, более того, я как слышу, что-то подобное сторонники Порошенко говорили, что если, не дай бог, Порошенко не выиграет выборы, и будет какой-то Зеленский, то нам капец. Потому что в полон приходит. Вот не надо повторять этих ошибок. И второе, теория преемника, это что-то, опять же, из российской действительности. Как, знаете, наследственная монархия, надо кому-то передать власть. Гражданское общество выберет кого-то, обязывает его быть президентом, и будет он эффективным или менее эффективным президентом. Тот же сам Зеленский, по моему мнению, не является 100% эффективным президентом, который выполнил все исторические задачи, которые перед ним стоят. Пока, слава богу, история ему выдвинула всего одну задачу под названием выиграть войну. И дай бог, чтобы так произошло, и я всеми, как говорят, фибрами души этого желаю. Но рассказывать о том, что он незаменимый лидер нации, это просто какие-то российские нарративы. Украина, это все-таки другая страна, здесь незаменимых людей нет. Один гетьман сменяется другим гетьманом, главное, чтобы казаки держали крепко в руках оружие и были способны до конца защищать свою страну. Да, и казаки неизбежно, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, пойдут в решительное наступление, и вполне вероятно, что, как предсказывает мой собеседник Сергей Гайдай, нанесут в неожиданном месте удар, возможно, удар по базам, складам, коммуникациям, которые находятся где-нибудь на той стороне Украино-российской границы. Напоминаю, очень важное было заявление министра, простите, не иностранных, министра обороны Германии Писториуса, о том, что все это легитимные цели в нынешней войне, а может быть пойдем и на Брянск, и дальше на Тулу. Чем черт не шутит? Для того, чтобы... Прогноз Сергея Гайдая насчет того, что бои начнутся на левом берегу Днепра, на Херсонщине, пока не то, чтобы не оправдался, но есть разведпризнаки того, что прогноз был правильный. Ну и гражданское общество может нанести удар по Красной площади 9 мая. Не вооруженные силы, а украинское гражданское общество. Во-первых, если мне не изменяет память, российская власть уже отменила парады, боясь как раз именно этого и понимая, что угроза реальна. Во-вторых, тут важно не конкретно, что нам нужен Брянск. Нам нужно, чтобы российская власть, российский фашистский режим понял, что ему не столько нужно думать про оборону Луганска и Донецка, сколько срочно перебрасывать войска на оборону Москвы. Ну что ж, Сергей, спасибо вам большое за очередной разговор в эфире. Сергей Гайдай, политолог, политтехнолог, блогер, волонтер, только что приехавший с фронта, куда он поставил мобильную мастерскую для ремонта стрелкового личного оружия бойцов ВСУ, был с нами в эфире. И до следующей встречи. Гайдай у нас всегда по понедельникам. И всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!